Перед началом ролика хочу отметить, что я записываю этот отзыв исключительно для того, чтобы помочь абитуриентам и их родителям сделать выбор. Всю высказанную критику прошу воспринимать как пожелания, направленные на улучшение учебного процесса. Я искренне надеюсь, что кафедра звукорежиссуры будет продолжать развиваться дальше, что будет большой спрос на профессии, связанные с искусством. Я уважаю тяжелый труд преподавателей и ценю личный вклад Александра Сергеевича Записоцкого в современную систему образования в России. Всех приветствую на своем канале, меня зовут Илья. Обычно я здесь играю на бас-гитаре, но сегодня я хочу вам рассказать о своем опыте обучения в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, где я отучился на звукорежиссера 5 лет. За эти годы я не пропустил практически ни одного дня, и поэтому я могу с уверенностью сказать, что я отслушал весь объем информации, который мне мог предоставить университет за это время. Пришел в университет я практически с нулевым уровнем знаний, поэтому если вам интересно посмотреть, чего я смог достичь за время обучения, можете пройти по ссылке в описании на мою страницу ВКонтакте. Там есть прикрепленное портфолио, в котором есть ряд работ, которые отражают как раз мой уровень. Также хочу отметить, что на мой период обучения выпала пандемия, когда мы полтора года учились дистанционно, это было довольно тяжелое и странное время для всех нас, по понятным причинам я не хочу затрагивать эту тему в своем отзыве. Для начала я решил вычислить примерное соотношение предметов по их принадлежности к звукорежиссуре. Я разделил все предметы из курса звукорежиссуры на 4 категории. К первой категории я отнес предметы, которые вообще не имеют никакого отношения к звукорежиссуре. Ко второй категории я отнес предметы, которые косвенно связаны, которые немножечко могут повлиять на твою компетенцию, но напрямую они тебе никак в практике не помогут. К третьей категории я отнес предметы, которые уже напрямую связаны с звукорежиссурой. И к четвертой, соответственно, предметы, которые, на мой взгляд, как раз и являются звукорежиссурой. Именно то, ради чего и стоит идти в университет учиться. В итоге у меня получились следующие значения. К первой категории относятся 18% предметов, ко второй категории 26%, к третьей 18% и к четвертой 38%. Эти значения приблизительны. То есть это мое субъективное мнение, какие предметы к какой категории отнести. Эти все вычисления относятся к времени, затраченному на каждый предмет. В целом из этих данных можно сделать вывод, что примерно 44% вашего процесса обучения будет уходить на второстепенные предметы, которые лишь немного могут повлиять на вашу компетенцию в звукорежиссуре. Но при этом могут вообще вам никогда не пригодиться в самом ремесле. Теперь перейдем от сухих цифр к моему личному опыту. Я сейчас вкратце расскажу, что вас ждет на каждом курсе. По сути, первый курс практически не имеет никакого отношения к звукорежиссуре. На первом курсе, как мне кажется, отсеивается большая часть студентов, которые попали на эту специальность случайно, или те, которые вообще просто не могут соблюдать правила университета. Также первый курс у меня ассоциируется с борьбой за баллы, потому что мы были тогда еще молоды и неопытны, и мы все очень сильно боялись аттестаций, которые проходят в середине каждого семестра. Для того, чтобы пройти аттестацию, приходилось набирать определенное количество баллов. Если ты не набираешь эти баллы, то, соответственно, у тебя не будет допуска к экзамену или к зачету. Тогда мы еще не задумывались о том, что эту аттестацию можно оттянуть вплоть до сдачи самого зачета или экзамена, то есть получить ее буквально за день до сессии. Поэтому мы все буквально вгрызались друг другу в глотки, был лес рук на каждом семинаре, все были готовы что-то сказать, дополнить друг друга, лишь бы урвать хотя бы один балл с каждого семинара. На этом этапе очень много общеобразовательных дисциплин. Также есть дисциплины, которые вообще, казалось бы, никак вам не могут пригодиться в жизни, но могут лишь повлиять на ваш культурный уровень. Были такие предметы, как история культуры Санкт-Петербурга и профсоюзное движение, по которым тоже было куча семинаров с кучей вопросов. К ним было очень сложно готовиться. И, честно говоря, даже не хотелось бы возвращаться в то время. Во втором семестре первого курса начинаются уже по-настоящему интересные дисциплины, одна из которых — это литературно-драматический спектакль. По сути, это звуковая постановка какого-нибудь литературного произведения, которое ты сам выбираешь. И с этим периодом связаны, наверное, мои самые теплые воспоминания, когда мы впервые смогли попасть на студию, и мы делали свои первые шаги в звукозаписи на студии. Кто-то из нас приглашал актеров специально для этого спектакля, но в основном мы записывали друг друга, то есть своих одногруппников. И это было довольно смешно и весело, когда каждый из нас как-то кривлялся и пытался изобразить того или иного персонажа. Также на втором семестре начинается монтаж. Это очень важная тема для каждого звукорежиссера. Монтаж у нас начинался с того, что мы брали кривую дорожку ударной установки, записанную под определенный темп, и по сетке ее выравнивали. Соответственно, потом, когда каждый из нас сделал ударную установку, мы переходили к бас-гитаре, к электрогитаре, к вокалу и так далее, пока не набирался полный смонтированный мультитрек. Это все довольно жестко проверялось преподавателем. Он нам ставил зачеты по этой теме. И дальше этот предмет усложнялся тем, что мы брали уже другую композицию, где не было статичного темпа. То есть темп все время плавал. И это уже гораздо сложнее. Мы точно так же монтировали весь мультитрек. Вторую половину второго курса я затрагивать не буду, потому что там как раз начался коронавирус, все разъехались по домам, и в целом было довольно сложно учиться. Тогда у нас впервые появилось сведение, и получилось в целом так неудачно, что всем приходилось, по сути, учиться сводить в наушниках. Хотя это лучше, естественно, делать на мониторах. Все сидели дома, делали работы в наушниках. Они были поначалу не у всех хорошие, и тогда преподаватели ставили не очень хорошие отметки. В общем, я постараюсь опустить этот период, потому что оно особо не имеет какого-то большого значения. Все самое интересное, пожалуй, чему я мог научиться в университете, было на старших курсах. Это четвертый и пятый курсы, где я стал регулярно приглашать музыкантов на записи. С музыкантами я ознакомился исключительно в интернете. Я писал свои объявления в различные группы, где они уже находили довольно широкий отклик, потому что всем, конечно же, хочется бесплатно записаться, еще и в хороших условиях. Таким образом, за четвертый и пятый курсы я записал большую часть своих дипломных работ, и они получились довольно неплохими. Также на пятом курсе нас впервые познакомили с цифровым микшерным пультом Behringer X32. Мы сводили звук в концертном зале имени Петрова в нашем университете, и это тоже был довольно полезный опыт. Итак, из сильных сторон университета я бы выделил материальную составляющую, то есть техническое оснащение вуза. К сожалению, все самое лучшее появилось уже под конец нашего обучения. Появились две новые студии, которые по праву можно считать действительно профессиональными и сконструированными просто по всем законам архитектуры для студийных помещений. Университет вложил десятки миллионов рублей, чтобы осуществить этот грандиозный проект. Студийный комплекс площадью почти 100 квадратных метров включает в себя тон-зал с двумя вокальными кабинами. В контрольной комнате стоят мониторы ATC и Neumann. Также есть качественный рояль, ударная установка и комбик Fender Twin Reverb. Микрофонный парк также весьма широко охватывает все основные типы микрофонов, с которыми можно столкнуться на практике. Многое звукозаписывающей техники старшекурсникам можно брать с собой под расписку на выездные концертные записи. Далее я хочу отметить работу некоторых преподавателей, которые больше всех на меня повлияли. Первый из них это Юрий Сергеевич Смирнов, которого я могу назвать своим учителем. Несмотря на то, что вокруг него всегда собираются толпы студентов со своими вопросами или кто-то хочет показать свои работы, Юрий Сергеевич всегда находит время для каждого. И даже иногда он оставался после своего рабочего дня, когда, казалось бы, он мог отложить все вопросы на следующий день. Второй преподаватель, которого я хочу поставить в пример, это Данил Николаевич Смирнов. Он максимально компетентный специалист в технической области звукорежиссуры. Прекрасно разбирается в синтезе звука, в электронной музыке, в программировании плагинов. Так что если ты интересуешься этими темами, то ты сможешь очень многое узнать для себя от этого преподавателя. И, конечно, Ирина Аркадьевна Алдошина. Акустик, автор фундаментальных трудов на русском языке по акустике, музыкальных инструментов, помещений, микрофонов, громкоговорителей и психоакустики. Именно она дает наибольший объем технической информации своим студентам. И у нее есть также прекрасный учебник, который называется «Музыкальная акустика», который я настоятельно рекомендую вам купить, потому что он поможет вам на всех экзаменах, абсолютно на всех курсах, в том числе и на защите диплома. Также из сильных сторон университета я хочу отметить прекрасную библиотеку. Помимо учебников, там есть любая художественная литература и даже разные редкие издания, которые сложно где-либо найти или купить. Для того, чтобы с пользой провести время, в университете есть спортивный комплекс с тренажерным залом. Можно посещать как самостоятельно, так и с тренером. Реклама. Реально, ты как рекламируешь какой-то санаторий. Что же самого полезного я извлек из этих лет обучения? Для себя я могу выделить несколько пунктов. Первый пункт я научился записывать акустические и электронные инструменты, вокал, голос. Научился их правильно монтировать. Также я неоднократно показывал свои работы преподавателям, корректировал их в соответствии с их пожеланиями и доводил их до того состояния, что нескольким преподавателям все нравилось. Я могу сказать, что в этом как раз и заключается работа с заказчиком, работа с клиентом, когда ты делаешь множество правок и доводишь свой продукт, свое сведение до финального состояния. Преподаватели всегда подсказывали разные технические моменты, которые можно осуществить в том или ином контексте. И в ходе такой работы каждый студент тоже для себя узнает много нового. Это очень полезный опыт. Помимо чисто звукорежиссерских предметов, в нашем курсе было много предметов, связанных с историей искусства, с историей музыки. Это была музыка классическая и уже музыка 20 века, различный авангард, электронная музыка. Это были для меня такие неизведанные области. И я в целом благодарен университету за то, что я для себя очень многое открыл, и что у меня сложилось общее понимание, и появились общие знания в этих областях. Если бы я на этом закончил свой отзыв, можно было бы решить, что ГУП это лучшее место на Земле. Однако, помимо сильных сторон, которые несомненно есть, и это факт, есть также ряд специфических особенностей этого ВУЗа, и несколько слабых сторон, о которых я хочу рассказать далее. Недавно я решил посмотреть отзывы других людей, которые по тем или иным причинам отчислились из ГУПа, или все-таки смогли закончить его. И если отталкиваться исключительно от негативных отзывов, то может сложиться впечатление, что обучение в ГУПе выглядит примерно вот так. Университет Университет за годы существования оброс множеством различных слухов. Дисциплина там действительно суровая. Нельзя опаздывать, нельзя пропускать пары, всегда нужно носить бейджик, также введен официальный стиль одежды. Как позиционирует это все сам ректор, университет в данном случае выступает в роли работодателя. То есть всех студентов и преподавателей, как и на обычной работе, также строго оценивают и наказывают за любые нарушения. С этой точкой зрения можно бесконечно спорить или соглашаться. Но что я могу сказать точно, это если ты пришел в этот вуз и подписал договор, то ты обязан выполнять эти правила. И проявлять свой бунтарский дух будет очень неудобно, потому что к тебе все время будут придираться. Конечно, здесь нет настолько строгой формы, как в школах, что ты должен носить там темный низ, белый верх. Но есть некоторые вариации того, какую одежду ты можешь носить. И в целом все не настолько строго, как кажется. Но главное не заходить за определенные рамки. Также в университете наказывают за распитие напитков и прием пищи в неположенных местах везде, кроме буфетов. Если охранник фиксирует нарушения, то он забирает у тебя бейджик. И, соответственно, если у тебя будет много этих нарушений, то тебя вызовут в деканат, проведут с тобой беседу. И если после этого ты не исправишься, то в конце концов тебя могут отчислить. Теперь я хочу подробнее рассказать о слабых сторонах вуза. Я для себя отметил несколько пунктов. Первый из них – слишком много часов на второстепенные предметы. Как я сказал, на первых курсах общеобразовательных предметов много, но в нашем случае даже вплоть до пятого курса у нас было много всяких предметов, связанных с историей искусства или, например, менеджмент, авторское право, культурология и прочее. И это немножко напрягало в самом конце, потому что лично у меня на дорогу уходило каждый день где-то два с половиной часа. И когда ты приезжаешь на пары, где нет звукорежиссерских предметов, а тебе их приходится посещать, становится как-то не по себе. В целом сложилось впечатление, что если ты всегда приходишь вовремя и хорошо одеваешься, носишь туфли и бейджик, и сдаешь экзамены хотя бы на тройку и хотя бы с третьего раза, то тебя никто никогда не отчислит в этом вузе. И получается в итоге такая ситуация, что до пятого курса доходят даже те люди, которые практически ничего не знают о звукорежиссуре, не знают основных базовых вещей. И в итоге некоторых наших одногруппников очислили прямо перед выпускными экзаменами. Из-за того, что они не смогли сдать один экзамен. Я считаю, что это не совсем правильно. Если преподаватели видят, что студент с годами никак не развивается, не интересуется звукорежиссурой, плохо сдает все экзамены, то не нужно его вытягивать на каждой сессии, на пересдачах. Нужно все-таки побольше делать упор на качество знаний, нежели на количество студентов, которое остается. Потому что все равно большая часть этих студентов в конце вылетит. Это неизбежно. Именно такие студенты зачастую списывают, покупают работы у своих одногруппников или где-нибудь на стороне. И все равно эти списанные и заученные знания им никак не пригодятся на выпускных экзаменах, потому что они не смогут толком ответить ни на какой технический вопрос. Следующий пункт может не относиться конкретно к вам, но я рассказываю о своем личном опыте, то, как это было у нас. В мои годы обучения на втором курсе появился предмет сведения, который я очень долго ждал. В принципе, ради него я и пришел в этот вуз. В итоге сведение у нас все заключалось в том, что мы с преподавателем выбирали какой-нибудь мультитрек на сайте Кембридж. Преподаватель начинал его сводить, при этом практически никак не комментируя ход своей работы. И в итоге у студентов не могло сложиться какого-то каркаса определенного, какого-то определенного шаблона, по которому ему нужно сводить. Также в университете нет упора на какие-то стили музыки. То есть в основном все практические работы, которые там есть, каждый студент выбирает для себя сам, что он будет сводить. То есть студенты могут выбирать самостоятельно стиль, какой-нибудь свой любимый. Единственное, был такой момент, что если преподаватель видел, что какой-то студент, например, все время сводит один сплошной металл, ему говорили, выбери какой-нибудь другой стиль и принеси его. И студент приносил, и в целом это довольно хорошая инициатива, как мне кажется. В целом недостает вот такой вот четкой структуры разделения на стиле музыки. При этом хотелось бы, чтобы студентам давали знания во всех основных современных стилях, чтобы они потом в дальнейшем могли пойти на студию звукозаписи или выполнять какие-то частные заказы в этих стилях, при этом делать это максимально качественно. В ходе обучения вы точно получите основные знания о плагинах, о работе различных параметров, в компрессоре, в эквалайзере и так далее. Но при этом в УЗИ не рассматриваются отдельные, наиболее частые модели приборов обработки звука. Например, компрессоров U-Ray 1176, Fairchild, LA-2A или эквалайзеров Pulltech. И таких приборов есть довольно много, которые попадаются на различных студиях звукозаписи, на самых лучших, я бы сказал. И при этом жаль, что их детально не рассматривают. При этом получается ситуация, что есть несколько продвинутых студентов, которые разбираются в этих приборах, а основная масса ничего о них не знает. Поэтому лично мне хотелось бы, чтобы каждый студент, каждый выпускник ГУПа был компетентен в этой области. У университета в нынешних условиях нет возможности обучать студентов записи на пленку с использованием магнитофонов. Это связано с тем, что все оборудование, которое закупается, оно закупается только у официальных поставщиков. Но в городе есть множество студий, в которых есть как раз-таки магнитофоны, и где можно было бы пройти эту практику, если бы университет заключил договор с этими студиями. Мне кажется, это был бы очень полезный опыт для каждого студента, хотя бы своими глазами посмотреть, как это делается, не то, что самостоятельно поработать с этим. Следующая проблема в УЗИ – это слабая подготовка по концертной звукорежиссуре. По факту, за 5 лет каждый из нас научился работать только с микшерным пультом Behringer X32. И мы сводили звук в концертном зале, при этом это была не живая группа, которая непосредственно играла на сцене, а мы запускали мультитрек. То есть нам не довелось поработать в таких живых условиях, и у каждого саундчек занимал очень много времени, гораздо больше, чем это происходит в реальной жизни. При этом, как мне кажется, можно было бы устроить тоже практику в различных концертных залах, где есть другие микшерные пульты, которые чаще всего и могут попадаться в работе звукорежиссера. Но из этого вытекает уже следующая проблема. Это проблемы с практикой в ГУПе. Практики было довольно мало. Это, конечно, в том числе связано с тем, что у нас полтора года выпало из-за дистанционки. Но та практика, которая у нас была, она тоже была довольно странной. То есть кому-то повезло, и кто-то попал в удачное место, и им удалось, например, записать оркестр. А большая часть людей, в принципе, ничего не смогла вынести из этой практики, не смогла с собой забрать какой-то мультитрек, который бы потом пошел на диплом. И это довольно существенный недостаток. Не так давно в ГУПе появилась новая студия с большим количеством мониторов, которая позволяет сводить звук в формате 9.1.6, насколько я помню. То есть часть мониторов располагается в горизонтальной плоскости вокруг слушателя, а часть мониторов подвешивается тоже по кругу сверху над головой слушателя, и также к этому всему подключается сабвуфер. В итоге с такой системой вполне можно сводить музыку или звук для фильмов. Но у нас не было такого предмета, у нас не было практики вообще никакой, связанной с сведением звука в любом формате, кроме стерео. То есть вот единственное, что у нас было за 5 лет, это стерео. Хотя звукорежиссура уже продвинулась далеко вперед, и очень хотелось бы, чтобы кафедра звукорежиссуры внедрила эти новшества в свою систему обучения. Теперь перейдем к вопросу, кому стоит идти в ГУП, а кому нет. Я считаю, что в ГУП на звукорежиссуру смело можно идти тем людям, которые точно уверены и точно заинтересованы в звукорежиссуре. То есть если тебя вдохновляет эта деятельность, если ты себя видишь в этой профессии, если ты общительный человек и стрессоустойчивый при этом, то ты можешь смело идти в концертную звукорежиссуру. Ты можешь проявлять инициативу в рамках вуза, даже если у нас, как я сказал, было мало практики, у нас было несколько человек, которые смогли трудоустроиться еще во время обучения. Один человек у нас был, который работал прямо за зарплату в концертном зале местном в ГУПе. Были также люди, которые договаривались с преподавателями, и они вне вуза приходили на практику и уже остались там. Также был один человек, который тоже по знакомствам смог устроиться на студию звукозаписи звукорежиссером. Поэтому я вам настойчиво рекомендую проявлять эту инициативу, не плыть по течению, потому что темп обучения такой очень неспешный в ГУПе. Не стоит полагаться на это. То есть, если ты пришел, то постарайся как можно больше узнавать, как можно больше интересоваться этой профессией, общаться с преподавателями и стараться приобретать как можно больше знакомств. Я бы не советовал идти на звукорежиссуру в ГУП тем людям, которые идут на эту специальность исключительно ради диплома, потому что это довольно узкая область, и с этими знаниями, и с этим дипломом вы можете пойти в очень ограниченное количество мест. Это может быть театр, это может быть концертный зал, студия звукозаписи, вы можете озвучивать какие-то мероприятия, студия озвучки, например. Не более того. Как мне кажется, если вы хотите получить просто какое-то высшее образование, то лучше идти на специальность или на профессию, которая более приземленная, что ли, с более широким профилем. Там гораздо больше у вас будет шансов трудоустроиться, просто потому что ваши знания будут более универсальными, более широкими, и вы сможете применить их в какой-нибудь другой области. Если ты творческая личность, любишь музыку, и, может быть, ты закончил музыкальное училище, то это еще не повод идти сразу в звукорежиссуру, потому что если тебе нравится играть на музыкальном инструменте, лучше продолжать обучаться в этом направлении. Возможно, тебе стоит пойти в консерваторию. Если тебе нравится музыка, и при этом тебе надоело играть на инструменте или петь в хоре, то это тоже не повод бросаться в звукорежиссуру, потому что не факт, что тебе это понравится. Это довольно монотонная работа, там нет бесконечного какого-то творческого потока, каких-то мега-поисков. Это тоже своего рода ремесло, это работа с плохим материалом, в основном работа с кривым вокалом и с бесконечным монтажом всего этого материала, поэтому не факт, что тебе это понравится. Также это очень стрессовая работа в целом, если говорить о концертной звукорежиссуре той же самой. И также это связано с множеством правок, которые заказчики все время выдвигают. Надо быть к этому готовым и не питать каких-то иллюзий. Кроме того, в ГУПе есть множество других профессий, специальностей гуманитарного направления, которые ты можешь выбрать для себя. Я бы не рекомендовал идти сюда людям, которые имеют тревожное расстройство и депрессию, потому что стрессовая обстановка, которая формируется в этом ВУЗе, она будет только усугублять те симптомы, которые у тебя уже есть. Я хочу также обратиться к родителям. Если вы видите, что ваш ребенок с большим трудом закончил школу, что ему очень сложно выполнять даже какие-то самые элементарные правила, что гормоны в нем настолько бурлят, что он не может буквально усидеть на месте, что он все время все нарушает и что он не может проснуться вовремя и всегда опаздывает и много пропускает, то этот ВУЗ, скорее всего, не для него. Не стоит отправлять своего ребенка в такое строгое учебное заведение и ожидать, что ваш ребенок как-то изменится и вернется оттуда как из армии настоящим солдатам. Такого, скорее всего, не произойдет. Может произойти такая ситуация, что вы уже потратите массу времени и материальных ресурсов на это, и вашего ребенка просто в какой-то момент отчислят, и восстановление тоже довольно сложная процедура, и не факт, что ваш ребенок сможет дойти до самого конца, потому что 5 лет – это все-таки довольно серьезный срок, который нужно целенаправленно проходить и очень сильно постараться, чтобы получить этот диплом. Если вы все-таки выбрали обучение в ГУПе, то я могу вам дать несколько полезных советов. Первый совет, относящийся конкретно к звукорежиссерам. Обязательно, как я уже сказал, всегда проявляйте инициативу. Как можно быстрее начинайте что-то записывать. Знакомьтесь с музыкантами, приглашайте их в ВУЗ. Я понимаю, что приглашать, конечно, можно далеко не с первого курса, и вообще это все доступно только, ну не знаю, со второго или с третьего. Но как можно быстрее начинайте это делать, потому что у вас быстрее начнет нарабатываться ваше портфолио, и эти работы пойдут в конце концов в ваш диплом. Также настоятельно рекомендую не отвергать другие программы, то есть DAF, в которых вы работаете. В ГУПе преподаватели работают в основном в ProTools. ProTools далеко не всем нравится, и скорее всего, когда вас начнут заставлять в нем работать, вокруг тебя будет множество одногруппников, которые будут очень много шутить, очень много жаловаться на эту тему. И все будут, конечно же, максимально пассивными, сидеть в своей зоне комфорта, работать в той программе, в которой они могут, не поддавайся этому влиянию, развивайся и в этом направлении тоже, осваивай другие программы, кроме своей привычной, потому что так ты сможешь стать действительно универсальным специалистом. Потому что все студии работают в разных программах, и чем больше ты будешь знать, тем больше у тебя будет шансов того, что то место, куда ты придешь в будущем, оно будет для тебя уже как открытая книга. Могу посоветовать несколько DAF, в которых чаще всего работают. Это ProTools, Reaper, Logic Pro, Adobe Audition даже иногда попадается. Также можно поработать в Cubase. В общем, чем шире будет твой профиль, тем вероятнее тебя возьмут на работу. Также для обучения очень важно иметь хороший ноутбук, достаточно мощный. Конечно, в ходе обучения у вас не будет каких-то грандиозных проектов, очень тяжелых, которые виснут везде. У вас будут относительно небольшие проекты, но самое главное, чтобы ваш ноутбук не тормозил, чтобы он мог достаточно быстро обрабатывать сигнал, и при этом, чтобы он не имел какой-то большой задержки. Также иметь свой ноутбук крайне желательно, потому что часть работ можно будет делать прямо во время пар, и очень удобно делать их на своем ноутбуке. Иначе тебе все время придется загружать в облачное хранилище все то, что ты сделал с местных компьютеров. А местные компьютеры далеко не всегда хороши. Поэтому это такой момент, такой как бы самостоятельность, что ли, независимости от местных условий. Поэтому настоятельно рекомендую. Также в ГУПе крайне важно соблюдать внутренний распорядок, как я уже сказал. Ни в коем случае не вступайте в какую-то политическую деятельность. Если ты бунтарь, то тебе придется притормозить свою революционную деятельность на ближайшие пять лет, это точно. Если вдруг сложилась такая нехорошая ситуация, что ты попал случайно на какой-нибудь митинг где-нибудь в центре города, и тебя повязали, то в такой ситуации нужно сразу обращаться в деканат. То есть нужно позвонить на кафедру или в деканат. Для этого нужно, конечно, записать номера, то есть иметь их у себя в контактах. Если все честно сказать, то эту ситуацию тебе помогут разрулить. Если же получилось так, что ты сам являешься участником чего-то подобного, то здесь тебе уже, увы, никто не поможет, и скорее всего тебя отчислят, потому что любые приводы в полицию караются университетом. То есть здесь компромиссов никаких нет, тебя просто отчислят. Если вдруг в процессе обучения твое психическое состояние по каким-то причинам, может быть полично, может быть в семье что-то произошло, или может быть какие-то неприятные события у тебя происходят в жизни, если твое психическое состояние вдруг ухудшится, а уже пройдено несколько курсов, а тебе очень хочется все-таки дотянуть до диплома, то в такой ситуации лучше не затягивать. В университете есть бесплатный психолог, к которому ты можешь всегда обратиться, потому что не каждый человек может позволить себе ходить к хорошему психотерапевту за 4 или 5 тысяч рублей в час. Для этого можно сходить на сеанс к местному психологу, к тому же это все бесплатно, и можно ходить неограниченное количество раз. И наконец, чтобы подвести итог к своему отзыву, я хочу сказать, что я, несмотря на все трудности и проблемы, которые у меня возникали в ходе обучения за эти пять лет, я не жалею, что я пошел именно на звукорежиссуру в ГУП. Я очень благодарен преподавателям, которые там были, я очень благодарен ректору и всем этим строгим правилам, потому что если бы я через это не прошел, я бы мог стать, наверное, каким-то вообще совершенно другим человеком. И вообще в целом это был очень полезный опыт, и я узнал очень много нового для себя. Я, опять же, я говорил, что я пришел туда с абсолютно нулевым уровнем, а ушел, в общем-то, специалистом. Конечно, у меня сейчас есть некоторые трудности с трудоустройством, как у многих выпускников, но я искренне надеюсь, что это все временно и что я, как новоиспеченный специалист, найду свое место в жизни. Спасибо вам большое за просмотр. Всем желаю найти свой путь в жизни, найти ту самую работу и ту самую профессию, отучиться на нее. И, конечно же, желаю здоровья и терпения всем родителям. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok